Точный выстрел в биатлоне во многом зависит от правильного дыхания. Об этом хорошо знает Анастасия Монастырева. Для нее это первые соревнования по биатлону. Чтобы зафиксировать винтовку, ей нужно сделать несколько глубоких вдохов и затаить дыхание. Одновременно максимально сконцентрироваться на мишени. Выдохать только после этого Анастасия спускает курок. Я пришла из лыж недавно, где-то два месяца назад. Потому что биатлон более азартный вид спорта. Здесь еще добавляется стрельба и более интересно. Для меня самое сложное это стрельба. А в стрельбе именно, наверное, работа с дыханием. Не менее сложно безошибочно произвести первый выстрел. Нужно максимально абстрагироваться от всего, что происходит вокруг. Если Анастасии это удается, то ее маме волнений не сдержать. Особенно, когда дочь готовится к очередному выстрелу. Фейерверк эмоций. То есть волнуешься всегда. Болеешь, кричишь, еще снимаешь. На открытом первенстве Рязанской области по биатлону Анастасия Монастырева стала четвертой. Она говорит, что для нее это большой опыт. Впрочем, как и для других участников соревнований. Это для нас как бы считается тренировочным процессом. Все-таки это опыт. И я считаю, что этот опыт нам как бы бесценен. На стрельбу в биатлоне влияет намного больше факторов, чем на непосредственно лыжный бег. Самое главное для спортсменов, чтобы мишень была хорошо видна и не было порывов ветра. Но в этот раз погода не подвела. Большинство моих гонок зависит от погоды, потому что такая погода хорошая. И ехать веселее, и стрельба хорошая сегодня. Главное было стрельнуть. Я стрельнула, добежать, добежала. Вот. Поэтому все хорошо, все прекрасно. Настроение отличное. В первый день соревнований 11 декабря участники состязались на спринтерской дистанции с двумя огневыми рубежами. А уже на следующий день состоялись гонки с массового старта для ветеранов в категории Мастерс. Соревнование было проведено на высоком уровне. Даже, скажем так, в бесснежье. Благодаря сотрудникам школы создана такая отличная трасса, которая также принимает и всех просто любителей лыжного спорта и биатлона. На данный момент уже практически со всей страны. Теперь юноши и девушки будут готовиться к первенству Центрального федерального округа, а ветераны – к чемпионату России. Основные старты будут даны после Нового года. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова